С апреля этого года в связи с распространением коронавирусной инфекции у безработных россиян появилась возможность дистанционно обращаться в центры занятости через портал «Работа в России». У жителей Саратовской области этот сайт тоже пользуется большой популярностью, так как в нашем регионе людей, которые потеряли постоянный заработок с начала пандемии, увеличилось в несколько раз. По данным Саратовстата, за первый квартал этого года общее количество незарегистрированных безработных в Саратовской области составляет в среднем порядка 52 тысяч человек. Это почти столько же, как за весь прошлый год. Число же зарегистрированных нетрудоустроенных в службе занятости, по словам заместителя министра труда и социальной защиты Натальи Михайловой, с начала пандемии до сегодняшнего дня возросло с 10 с небольшим тысяч человек до 53 тысяч. Вместе с тем мы видим, что темпы роста безработных в Саратовской области замедлились. И если за июнь 2020 года численность безработных выросла на 35%, то в июле рост составил 24%. Также мы видим, что увеличилась численность трудоустроенных. Если в июне были трудоустроены через службы занятости 1400 человек, то за июль уже почти 2000. Вакансиями представлены все сферы экономики и социальной сферы. Это и врачи, и учителя, и рабочие специальности, такие как слесари, разнорабочие, есть инженерные специальности. Конечно, в большей степени те безработные, которые есть сейчас, это сфера торговли, есть из обрабатывающих производств, люди, которые пришли в службу занятости. По высвобождениям я могу сказать, что здесь есть и предприятия, и банковская сфера, и учебные заведения. Ну, смотрите, у нас, значит, на данный момент есть вакансии на производстве при графике 2 через 2. Нам требуются укладчики, упаковщики, нам требуются сортировщики. Вот, они как раз у нас работают 2 через 2, с 8 утра до 8 часов вечера. А какая зарплата, например? Заработная плата, там 12 700 оклад, есть в премьер-выработке. В среднем зарплата получается где-то от 18 до 25 тысяч рублей, может быть, заработная плата. Наталья по специальности парикмахер, но по состоянию здоровья работать в этой сфере сейчас уже не может. В Центр занятости обратилась за помощью в поиске подходящей для себя работы. Вот осталось без работы, но хотелось бы не эту работу. Я бы хотела какую-нибудь другую работу. Предлагают, конечно, ну, вы сами слышите, только на какие-то заводские, именно, работы тяжелые, вот я вот слышу. Ну, хотелось бы что-нибудь полегче, то есть, ну, 2 на 2, ну, какую-то вот интересную хочется. Ну, надо, конечно, ждать. Очень много, очень много безработных, очень много, но все как-то выкручиваются, кто где, кто куда. Вот подружка у меня, она, например, магазин как-то потихонечку открывала. Ну, вообще очень много, конечно, и вот этого тоже не знает, что существует у нас биржи, все боятся. Все происходит дистанционно. Гражданину достаточно подать заявление и заполнить резюме. И уже служба занятости дальше признает в течение 11 дней гражданина безработным с правом начисления ему пособия по безработице. Ну, сейчас вот в городе 12 500 у нас вакансий, порядка 1200 организаций заявили свои вакансии. Ну, сейчас большим спросом, конечно, пользуются врачи, инженерные специальности, рабочие различные, электрогазосварщики. А эти специалисты есть, находятся? Ну, не всегда. Например, врачей у нас очень мало стоит на учете, обращаются. То есть, у нас есть такая проблема занятости вакансии. Раньше на учете в службе занятости можно было стоять от 3 до 6 месяцев. Но сейчас, во время действия ограничительных мер, период выплат пособия продлили на 3 месяца. Если в начале пандемии минимальный размер денежной помощи вырос до 1500 рублей, то в начале июня постановлением правительства Российской Федерации его увеличили до 4500. Максимальный размер пособия по безработице сейчас составляет 12 130 рублей, что равно мрот. Эксперты не исключают, что такая финансовая поддержка могла послужить резкому росту официально зарегистрировавшихся безработных в центрах занятости. Вакансии разные. Все зависит от заработной платы. За апрель месяц заработная плата в реальном секторе экономики упала практически на 5-8%. На низкую зарплату люди не хотят идти. Их можно понять. Работать, чтобы быть бедным, это неправильно. Не уезжать же им в другие области или другие города. Помимо длинных списков безработных в Саратовской области пополняются и ряды работающих в режиме неполной занятости. По данным Саратовстата, только за первый квартал 2020 года число таких работников составило 61 тысячу человек. Эта статистика сопоставима с цифрами прошлого года. Только в 2019 году на эту цифру мы выходили по итогам 12 месяцев. Отмечу, что за последний месяц численность работающих в неполном режиме снизилась на 40%. И в настоящее время у нас есть подписано соглашение с Министерством труда Российской Федерации о проведении дополнительных мероприятий для снижения напряженности на рынке труда. Именно такие предприятия смогут поучаствовать в наших совместных мероприятиях и помочь тем работникам, которые работают в неполное рабочее время, это режим неполной занятости, организовать для них дополнительные общественные работы на своих же предприятиях. И не только их занять, но и повысить, восполнить тот уровень дохода, который они теряют в связи с определенными моментами, что сократился рабочий день. Это будет порядка 400 человек на область заложено в соглашении с Минтрудом. Еще порядка 2000 человек, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, получили помощь из Федерального центра в рамках программы социального контракта. До конца года такую поддержку должны оказать всего 5000 нуждающимся.